Эпиграф. Молоко, питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. Согласно технического регламента, определяется молоко как продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период их лактации при одном или более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Из Википедии. Менеджерам и простым труженикам этой самой промышленности, молочной промышленности, посвящается этот выпуск. Выпуск молоко великое и ужасное. Здравствуйте! Сегодня у нас завершающий выпуск о молоке. Что такое молоко? Состав молока. На этом мы к предварительной ласке с молоком оканчиваем, переходим к сыру, к нашему королю, к нашей любви, к нашему сыру навсегда. В интернет бурлит точки зрения самое противоположное. Молоко вредно, молоко полезно. В принципе, чертном условии. Библиотеки переполнены талмудами. Я сразу запишу себе в ряды лояльных потребителей молока, с детства его пью, получаю от молочных продуктов удовольствие. Ну, собственно, сыр люблю и обожаю. Соответственно, в жизни встречал я случаи, когда люди пили молоко всю жизнь. Вот и жили до 100 лет. Бабушка моя, родненькая, 87 лет пила молоко каждый день. Все у нее было нормально и с пищеварением, и со стулом. Бывали случаи, когда люди прекращали пить молоко, потом через десятки лет возобновляли. Действительно были проблемы определенные. Но вы знаете, я наблюдал, как организм через год-два адаптировался. Поэтому я дискуссии о пользе и вреде молока дальше избегаю. А я вам расскажу о молоке с точки зрения молочного предпринимателя. Человека, который пришел на молоке зарабатывать. То есть, вместо популярной точки зрения о пользе и вреде молока, о составе молока, мы ее сравним с точкой зрения молочных предпринимателей. Так, как должен каждый менеджер молочной промышленности относиться к молоку, как к тому, что его кормит и позволяет ему зарабатывать себе на жизнь. А вот перед тем, как мы перейдем к сравнению прагматичного и популярного подхода к составу молока, у меня есть несколько объявлений. И, собственно, первое. Я благодарен Игорю Кравченко, Зое Красновой, Оле Капатун и Александру Стасию за поддержку каналу, за участие в конкурсе. Они дали свое определение, что такое сыр. И они, после того, как вышлют данные на ближайшее отделение новой почты, получат свой килограмм замечательного, уникального сыра сверхтвердого золотая линия в ассортименте. Ребята, спасибо вам. Дальше. Второе. Еще два канала открываются Максимом Зарезняковым. Первый – это «Гурман навсегда», ударение на второе слово, пожалуйста, это важно для меня. Я Максим Зарезняк. В ближайшем выпуске там будет, я буду готовить лучший в мире соус для сырной тарелки. Даже несколько. И давно очікуванный деякими моими друзями канал MBA назавжди. На этом канале будет цикл лекций по менеджменту в рамках курсу MBA. Это, скажем, удосконалена версия тренингу 2008 года, который я проводил. Он был дводенный. На нем взлетались люди из разных стран света. И он, кстати, если это вам важно, 15 тысяч долларов за два дня. Сейчас это безкоштовно. Это для вас, это для нынки Украины. Я надеюсь, что таким образом я смогу научить хотя бы некоторых менеджеров. И они будут эффективными. И это будет стимулировать хоть какой-то внесок в экономику родной страны. Потому что с теми дебилами, что пришли до влады, других шансов нет. Спасибо. Итак, поехали. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Вот примерно такую картинку с составом коровьего молока. Вы можете встретить где-нибудь в интернете. Их там миллион и маленькая тележка. Одни блогеры, авторы, псевдоученые вещают о защелачивании организма. Без потребления молока. Другие о окислении организма. Вы знаете, волосы встают дыбом. Я дополнительно посидел. Это ужасно. Мне нужны витамины для восстановления сил. Такого количества, простите, дебильных публикаций я не встречал никогда. Причем каждый считает себя специалистом, скажем, в последней инстанции. Поэтому ввязываться в драку между двумя армией дураков я не буду. Но, как физик, просто констатирую факт. Итак, да, действительно, вода есть. Ее 80,5%. Есть молочный сахар, жир, белок, минеральные вещества, витамины, углеводы, иронические кислоты, ферменты. Сейчас я буду еще 30 секунд говорить о теме состава коровьего молока по этой табличке. А вы сообразите, какая глупость, скажем, присутствует именно в этой публикации, которую я вам демонстрирую. Она не наша. Она перепощенная. Итак, свыше 100 ценнейших компонентов. Ироническая ценность 100 грамм молока 289 килоджоулей. Это 69 килокаролей. Практически пол-литра молока удовлетворяет сущную потребность человека и в кальций, и еще... Да, а другие говорят, не удовлетворяет. А другие говорят, что вымывает кальций из организма. А одни говорят, что защелачивает, а другие закисляют. Я знаю одно. Каждый человек должен определиться самостоятельно. У моего отца и у меня в случае, если приходила изжога, мы выпивали полстакана, стакан молока. Да, кстати, не обязательно сельского, можно магазинного из холодильника. И изжога уходила. О чем это говорит? Не, ну вроде как защелачивает все-таки, правильно? Поверьте, миллионы людей с этим не согласны. Это их проблема. Теперь ответ. Обратите внимание. У нас пятой строкой идут, простите, пятой. Второй строкой идет молочный сахар 4,7%. А потом идет третья с конца строчка углеводы. Простите, молочный сахар и углеводы это одно и то же. То есть люди настолько большие специалисты, что выделяют их в различные две строки. Перед вами таблица состав молока украинских коров. Таблица трехуровневая, детализации трехуровней, представлена в виде удобном для принятия эффективных управленческих решений анализа. Итак, первый уровень. Вода 87%, сухие вещества 13%. Соответственно, на этом уровне в воде экономически присваивается нулевая себестоимость, и она за рассмотрение уходит. Второй уровень. На нем рассматриваются исключительно сухие вещества, вот 13%. Состав 13% следующий. Углеводы 4-5%, это лактоза, молочный сахар. Благодаря наличию такого количества молочного сахара молоко нам кажется сладким. Второе. Жиры 3-4%. Третье место. Белки 3-3,5%. И менее 1%, иногда менее 0,5%. Это зольные вещества, витамины, микроэлементы. Это второй уровень. Третий уровень. На третьем уровне рассматриваем исключительно жир. Теоретически, потому что это набор различных жирных кислот. И здесь обращаю внимание слушателей на следующий факт. Благодаря возможности разложить жир на жирные кислоты, появилась возможность имитировать различные наборы животных жирных кислот, в частности молочных, в частности масла сливочного, различными наборами кислот растительных. В принципе, это абсолютно безопасно в случае, если заменитель молочного жира является переэтифицирован. Согласно знаниям современной науки, заменитель молочного жира такого вида более безопасен, либо полезен для организма, чем даже молочный жир. Для сравнения цифры, трансизомеров в молочном жире 8%, до 8% 6-8%. В переэтифицированном растительном жире менее 1%, часто менее 0,1%. Это показатель, который влияет, напоминаю, на онкологию. Раньше это все было в первом выпуске «Сыр навсегда». Раньше использовали в маргариновой промышленности гидрогенизированный жир, и в нем трансизомеры зашкаливали. Все маргарины, на которых готовили наши мамы, были вредны для нас. Возможно, с этим связана вспышка онкозаболеваний в конце прошлого века. Итак, далее. Белок молока состоит из двух подвидов. Это казеин, который, собственно, уходит в сыр. Когда мы производим сыр, в нем, собственно, сосредоточен казеин, который потом в процессе ферментации и приводит к получению того или иного вида сыра. Его 80%. 20% составляют примерно, естественно, сывороточные белки. Они же белки крови, представляете, да? То есть самое полезное, то, что есть в материнском молоке. Они же еще имеют название альбумин и глобулин. Это и есть самый дорогой компонент молока. Если бы, скажем, на одной шестой части суши была хотя бы одна башня, она должна быть такая, как девятиэтажный дом, которая могла бы производить высококачественный концентрат этого самого сывороточного белка, то он бы стоил в разы дороже, чем обычный казеин для производства сыра. Сывороточные белки, концентрированные, высушенные, приготовленные, используются, как правило, в двух направлениях. Это корм для самых маленьких детей. И это дорогие, скажем, прикормки для культуристов. Еще три момента я хочу указать вам по этой таблице, на которые стоит обратить внимание. Очень важные моменты. Итак, первое. Таблица полезна при макроэкономическом рассмотрении. Вот она сейчас передо мной. Обращаю ваше внимание. Допустим, какой-то недолугый менеджер украинский, чи, может, и министр, стоит в своем кабинете. И ему докладывает такой же недолугый журналист канала Коломойского, что вот есть проблема, украинское молоко очень дорогое. Оно там на 20% дороже за польское. Посмотрев эту таблицу, вы видите, сравниваем жиры. Польские 4,2, в Украине 3,4. Это 23,5%. Белки в Польше на самом деле базис 3,4. У нас базис 3,0. Это еще там 12,5%. Итого, даже не обращая внимания на чистоту молока, на его осеменение и соматику, мы можем сказать, что польское молоко дешевле украинского в примерно полтора раза. Это что означает? Это означает приговор нашей промышленности. Что делают наши дебилы из правительства Зеленского? Они разговаривают с поляками. Вдумайтесь о том, чтобы Польша в одностороннем порядке отменила дотации на свои молочные заводы. Ну, слушайте, ну, недоразвитые, не знаю, Бог наказал. Бог с ними, с недоразвитыми. Давайте второй момент. Второй момент следующий. Дело в том, что такая таблица простейшая помогает любому управляющему нашим молочным заводом, предприятиям, проводить максимально эффективную переработку молочного поступающего сырья. А именно, как правило, есть выбор. Может предприятие производить оснащенное нормально, то ли сухое молоко и масло, то ли сыр твердый, сухую сыворотку и масло. Таким образом, утилизируя, простите за это слово, максимально эффективно жир и белок, самые дорогие компоненты молока. В зависимости от того, какие рыночные цены на ту или иную продукцию в данный момент времени. Это второе предначение таблицы. И третье. Для меня самое важное, самое интересное. Опускаемся на третий уровень. Эта таблица позволяет генерировать инновационные направления деятельности компании. Примеров миллионы. Я вам приведу один, но очень важный. Итак, сыр это продукт белковый. Белок, который заходит в сыр, это казин. Таким образом, от количества казина зависит количество сыра, которое вы произведете и его качество. Но 20% белка уходит в сыворотку. Это сывороточные белки, белки крови. Внимание, вопрос. А и существует ли технология, которая позволяет хотя бы часть сывороточных белков возвращать в сыр? Да, существует. Ваш покорный слуга знает 4. Перечислять даже не буду, но вот есть, я их применяю. Соответственно, если вы смотрите на эту таблицу, и анализируете свою деятельность, и к вам приходят идеи, и вы начинаете работать, и вы создаете R&D department, отдел исследований, и вы создаете новые продукты, и вы оптимизируете стандартные технологии, и вы зарабатываете деньги. На сегодняшний день ни одного полноценного отдела research and development, исследования и развития в Украине на молочных холдингах не существует по факту. С огромной скорбью это вам сообщаю. Ну и на этом, наверное, будем на сегодня оканчивать. Надеюсь, вам было интересно. С уважением. Максим Залезняк. Максим Залезняк. Субтитры сделал DimaTorzok